Александр Ткачёв руководит регионом с декабря 2000 года. В должности губернатора он провёл уже три срока. Заручившись поддержкой Всероссийской политической партии «Единая Россия», за 11 лет было внедрено и реализовано большое количество программ. К тому же именно Ткачёв приложил немало усилий к подготовке зимней олимпиады, которая пройдёт в Сочи в 2014 году. Нынешний губернатор Кубани – любимый жителем Милобинского района. Как показал опрос на улицах города, большинство поддерживает его кандидатуру. Ткачёв много сделал в этом крае, хорошо заботится. Если будет выбор за него, я, конечно, за него проголосую. Много спортшкол открыл, сколько детским школам подарил автобусов, ну и старается больше для детей всё больше сделать. Открывает разные спорткомплексы, ну и много чего. Вообще Ткачёв мне нравится. И как руководитель, и как человек. Для молодёжи программы есть у него хорошие. Вот у меня дети, молодёжь помогает. Так вот по краю, сколько вот езжу, бывает выезды у меня, очень много улучшения. Так что, всё, что по телевизору, вот эти молодёжные вот сейчас, кредиты вот эти, мне нравится. Много хозяйства. Помогает именно вот в сельском хозяйстве людям очень хорошо. Я сама вот сельская, ну мне нравится, что вот его программы вот эти для сельского хозяйства очень эффективны. Вообще он для края много делает. Хотя бы для нашего города Исачиково помогает, всем помогает. И за детей старается, чтобы поднять поликлиники все, здравоохранение. На побережье был, он там хорошо тоже развернул, стройки все. Путин помогает с Медведевым. Просто считаю, что он хороший руководитель. Агрокомплекс же начал развиваться, стипендию поднял. Ну мне нравится, например, лимб подстроили. Даже, наверное, и лично спрашивать сегодня. Каждый видит, какие перемены проходят не только в Кровевом центре, но и в целом на Кубани. Это системная, планомерная работа по всем направлениям, которая даёт возможность сегодня развиваться всем территориям от самой маленькой до самой крупной. Ну, будем говорить, даже те программы, которых нет в наших соседних регионах. Это сельские дороги, сельское водоснабжение, сельское освещение, спорт. Ну, наверное, у меня получится длинное интервью, если всё перечислять. Безусловно, конечно, поддерживаю. Да, вообще, я писал, когда-то вопрос был, что я доволен его работой. Я пенсионер, он нам помогает хорошо. Я доволен экономическим положением своим. Ну и так в Крае всё нормально идёт. Если какие-то ситуации, он всегда там появляется, и везде он есть, и решает как-то эти проблемы. Я поддерживаю, потому что Ткачёв, в смысле, он сколько сделал для Края, больше даже, чем кто-либо. И он наравне, допустим, с президентом. Это 100%. Насколько мне известно, не из источников СМИ, он очень много сделал для Сочи. У меня там родственники живут. Много пришлось ему помогать людям при чрезвычайных ситуациях. Много приходилось ему наводить порядки на местах, которые часто бывают не такие, какие хотелось бы. Ну и последнее. Всё-таки попытался в какой-то степени поднять нам зарплаты минимальные, дотациями. За то время, как он у власти, этот край на хорошем уровне у нас развития.